В Чувашии продолжают работать программы по строительству жилья на селе. В основном они пользуются спросом у молодых семей. Для того, чтобы увеличить количество участников, нужны дополнительные меры государственной поддержки. Об этом говорили на совещании в Доме правительства. Строительство жилья в малых городах и на селе за последние 10 лет снизилось с 69 до 27%. Тем временем потребность в жилье есть, да и земли под строительство достаточно. Мы провели инвентаризацию и анализ. Выявлено 54 земельных участка общему объему площадью почти 26 гектар, на которых возможно разместить около 200 тысяч квадратных метров жилья. Основные тут в Ибресинском районе есть, в Цивильском районе, в Чебоксарском районе, в городах АллатР, Канаш и в меньшей мере Шумерля. В качестве одной из мер государственной поддержки обсудили возможность возмещения застройщику части затрат на строительство инженерной инфраструктуры при возведении жилых домов, в которых не менее половины квартир предназначены для льготных категорий граждан. Выработать направление дополнительной государственной поддержки, стимулирование жилищного строительства в муниципальных образованиях. Это касается как индивидуального жилищного строительства, так и многоквартирного жилья на территории муниципальных образований. Это, конечно же, прежде всего речь идет в крупных населенных пунктах, как правило, в районных центрах и поселках городского типа, в малых городах. Сельская ипотека, которая реализуется в регионе с 2020 года, позволяет брать кредиты по сниженной процентной ставке от 3 до 0,1% годовых. В 2020 году жителям Чуваши Россельхозбанком только выдано 778 кредитов на сумму 1,2 млрд. рублей. Сбербанком 34 на сумму 54,8 млн. рублей. В состоянии на 13 мая Россельхозбанком выдано в этом году уже 168 кредитов на общую сумму 250 млн. рублей. Сбербанком 169 кредитов на сумму 234 млн. рублей. Руководитель региона поручил проверить обоснованность стоимости жилья для детей-сирот и многодетных семей на территории сельских районов и подготовить предложения по ее корректировке, в том числе с учетом затрат на выполнение социальной отделки в помещениях. Кроме того, необходимо проанализировать обеспеченность жильем всех семей с пятью и более детьми и определить особо нуждающихся в улучшении жилищных условий. Ольга Алексеева, Андрей Шоклев, Республика.